Хай-хоу, ребятки! Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! С вами я, товарищ Борода. Рад тебя видеть, дружище. У нас сегодня обзор новой игрушки, которая называется Forge of Glory. Эта игра не подходящая под жанр сурвайвала, но сегодня мы уделим ей внимание лишь по одной причине. Создали её студия Кефир. По-моему, ребятки, как мне кажется, мы должны уделить время этой игре и разобраться, на что же начали тратить своё время и внимание кефировцы. Игрушка в жанре ролевой. Ой, игрушка! Ну, если вы неплохая на самом-то деле, меня затянуло немножко, я здесь уже подзадротил, поколдовал. Немного, как вы видите, расстроила свою деревню. У меня даже тут есть вот такой вот чувак, Варк называется. Хотел его вам показать, потому что не получается у меня, но да ладно, неважно на самом-то деле. Чем эта игра мне понравилась? Первая. Она ролевая. Вторая, ребятки, вне чудеснейший способ боёвочки. На самом-то деле, это тот способ боя, который я хотел применить в создании своей собственной игры. И, видев его здесь, я даже немного офигел. Кефировцы спёрли мою идею. Вы представляете? Кефировцы спёрли мою идею. Обалдеть не встать. Кто бы мог подумать. Так вот, как вы видите, здесь есть камешки. У нас есть четыре героя. Колдун, разбойник, воин и лучник. Соответственно, каждый из камней отвечает одному из фракций. Прошу прощения, я немного болею, но... Я думаю, мне это простительно. Так, хорошо. Каждый из камней отвечает каждому из классов. Соответственно, синие камни — это воин. Зелёные камни — это лучник. И жёлтые камни — это разбойник. Красные камни — это мой герой, который является колдуном. Создал я себе лорда. Есть четыре класса, естественно, которые я только что перечислил. Каждого из них ты можешь выбрать себе и начать им играть. Поле боя, поле брани очень сильно напоминает на самом-то деле Средиземье, Властелин колец. Помните, когда-то я обозревал эту игрушку, выходила. Игра, да, очень крутая. Насколько я знаю, она до сих пор ещё развивается. Там много всяких вещиков происходит. Но сегодня не они. Да. Как бы мне не хотелось рассказать вам об этой чудесной игре, сегодня мы обозреваем Forge. Боёвки проходят быстро. В принципе, для того, чтобы пройти одну миссию, тебе понадобится от двух до трёх минут, плюс-минус. И ты можешь смело шагать дальше. Игрушка красочная. По графе, как мне кажется, немножко она отстаёт от других собратьев кефира. Но игра находится в бета-тестировании. Игра только вышла. И я не знаю, как я вообще чудом смог её зацепить. Зашёл на кефир, посмотрю, как там у них дела, что у них там за новости. Смотрю, у них вышла новая игра. Ну, думаю, я для братишек-то и сестрёнок должен сделать обзорчик на эту игру. Скорее всего, его уже кто-то делал. Но почему нет-то, друзья? Почему нет? Хорошо. Что у нас есть ещё? Так как это обзор, так как это первый взгляд на игру, давайте посмотрим, что у нас есть тут ещё. Я построил себе вот такой вот рудник, который мне приносит 60 монет в час. Построил шахту какую-то, которая приносит мне определённый ресурс. И, в принципе, всё. Больше у меня нету ничего. Что есть в игре? Ребят, есть камни души. Смотрите, вот такие вот камни души, которые мы закидываем в эту сферу. Нажимаем открыть, тратим 100 монет и тратим камни душ. И нам выпадают рандомные герои. Я, как вы знаете, не особо везучий, поэтому пока что мне выпадали только 1-звёздочные герои. Ну и, в принципе, сейчас ничего не изменилось. Я всё так же получаю 1-звёздочного и, правда, 1-2-звёздочного героя. Ну что ж, пока что я считаю этих героев не особо ценными. Поэтому мы их можем просто выбросить. Они нам ни к чему. Единственное, что вот я думаю, вместо... Мне не сильно нравится, на самом-то деле, разбойница. Поэтому вместо разбойницы я поставлю ещё одного колдуна. И непосредственно улучшу этого же колдуна за счёт нашего разбойника. То есть, ребят, как здесь можно быстренько улучшать уровень? На самом-то деле всё просто. Берём, закидываем имеющихся у вас героев и нажимаем кнопочку «Улучшить». Правда, золота нужно очень много. Жрёт золото просто неимоверно. И меня это чертовски сильно раздражает. Потому что где я наберусь там столько голдишки-то? Я ничего не делал, а золото уже закончилось. Хорошо. Улучшили своих героев. Этому сделали. Есть ачивочки. За ачивочки нам дают крутые нишчачки в виде валютки. И я её пока что собираю. Думаю, потом подкрываем сундучки или что-то в этом духе. Сделай вам приятно. Покажу, что можно выбить за дон валюты и стоит ли вкидывать баблишко. Хорошо. Вернёмся к боёвочке. Вернёмся на карту. Посмотрим. Я видел здесь вот такую вот заброшенную шахту. На самом-то деле, сложность невероятно сложна. Но, как по мне. И я уверен на 99%, что я сейчас сольюсь. Но мы попробуем, честно. Вот, друзья, ради вас я готов рискнуть и убить пару вот этих стрёмных чуваков. Хорошо. У меня появился ещё один навык. Мне это нравится. Это, скорее всего, из-за колдуна, что ли. Ранее такого у меня не было. Остальные не давали возможности использовать какие-либо ачивки. И сейчас у меня это появилось. Сказать, что я рад, ну, наверное, ничего не сказать. Хорошо. Используем меч. Используем атаку. У них охренеть какая крутая защита, я вам хочу сказать. Потому что я атаковал и я даже особо не пробил никого. Меня это разочаровывает. Поехали. 3 900. Убиваем нахрен одного. Пускай ему вызовут скорую помощь. Кажется, им очень плохо. Я себя хилю. И убиваю ещё одного, мне кажется. Нет, не убиваю. Недостаточно. Я силён, чтобы с одного выстрела убивать сразу же врага. Но я стараюсь и стремлюсь, я развиваюсь. Так. Используем. Убиваем. То, что я сейчас использую, это ачивочка моего героя. Ачивка моего лорда. И она невероятно крутая, она невероятно мощная. Лорд у меня наносит больше всех дамага. И пока что я живу. Дальше нас встречает 3 врага. Так, печать крови. В начале каждого этапа накладывается на стражи. Так, хорошо, печать крови мне не нравится. Она-то как её вообще убрать можно? Она меня раздражает, серьёзно. Она должна, наверное, спуститься вниз, чтобы её не было. И тогда будет всё хорошо. На этой волне нас встречает 3 героя, которых, я надеюсь, сейчас прям убью. Или не убью. Не знаю. Возможно, даже мне стоит волноваться, потому что они очень сильно бросают дамаг. Мне это, естественно, не может нравиться. Я уберу того, у кого больше всего ХП, потому что я дамажу очень хорошо. И уберу ещё одного, думаю, за этот ход. Даже двоих. Я же говорю, мой герой бесподомен. И знаете, что-то мне подсказывает, что, несмотря на то, что эта шахта действительно тяжёлая, я смогу её даже вывести. Вы посмотрите, что я творён. 4 600 дамага наносит мой герой. И я думаю, я сейчас... Нет, стоп. Мы сделаем ход ледяным. И убьём. Откуда у неё ск... Она восстанавливает ХП. Чёрт возьми! Я-то смотрю, что такое. Откуда у неё? Она ХП скотина восстанавливает. Обалдеть. Ух. Не знаю, давайте тогда восстановим и мы ХП, потому что как-то очень напряжно. Она хилится быстрее, чем я наношу дамаг. Так, 600 ХП осталось и... Это не может меня не радовать, друзья. Скажем ей, астоловиста, сучка. Есть победа. Проходим дальше. Ещё. И это был финал. Я на минуточку засомневался и думал, у меня... Ещё волна! Чёрт возьми! А вот это был неожиданный и довольно неприятный сюрприз, потому что я не ожидал, что будет ещё дальше какая-то волна. Камни заблокированы. И я даже не знаю, что вам и сказать. Дело плохо. Давайте постараемся вывести, друзья. Давайте вместе с вами сделаем что-то нереальное, как по мне. Ну и пока я это делаю, ты можешь спуститься вниз в комментарии и написать, как тебе это вообще игра? Стоит ли снимать? Нравится тебе такой жанр? И достойна ли она нашего внимания в целом? Хорошо. Блин, не убил. Не убил! Как так-то? Там должен был быть просто колоссальный дамаг. А вот сейчас убил. Вот сейчас всё хорошо. Мы проходим дальше. Нас встречают... Призраки, что ли? Да, мне... Почему-то кажется, что я в жопе. Можно ли мне разблокировать хоть пару камней? Мне сейчас нечем будет ходить. Это как понимать? Боже мой, чем мне ходить, друзья? Вот это мы в дерьме. Что-то мне подсказывает, что сейчас нам будет очень больно. 612 хп у меня остаётся. И я из последних сил пытаюсь выжить. Пытаюсь тащить именно своим героям. Очень сложно это делать. Но мы на этапе 5 из 6. И если я сейчас не найду нигде восстановление хп, то, боюсь, ребят, я не смогу затащить это дело. И мы просто с вами попрощаемся. У меня осталось 113 хп. Я не вижу возможности затащить. Мне не хотелось бы этого признавать. Но что-то мне подсказывает, что... Сейчас я поэра играю. Ну что, у меня есть одно зелье. Давайте используем зелье. Я возродился. И я готов дать бой. Поехали. У меня 500 хп. Атака героям. Нужно выбрать правильный ход. Надеюсь, у меня это получится. 125! 110 хп, друзья! Чёрт возьми! У меня последняя возможность, ребят. Мне нужно сделать просто максимально сильный удар. И если я этого не сделаю, то я сливаюсь. Мне нужно нанести 600 дамаг. И я это делаю! 680! Да! Чёрт возьми! Мы проходим. Мы забираем свою награду. Выполнено 6 из 6 этапов. Нанесено 65 480 дамага. И это максимальный мой рекорд. 300 монет и 2 кристалла. По-моему, восхитительно. Я так счастлив в этом бою. Я счастлив в этой победе. Что надеюсь, что ты, дорогой друг, меня поддержишь. Так, мы перешли на мрачные тропы. Я понятия не имею, что это. Можно как-то вернуть. Да, можно возвращать. У меня здесь не закончено ещё 6 этап. И помимо 6 этапа, я так понимаю, будет бой с боссом. И я хочу пройти всё на 3 звезды. И после этого я смогу уже перейти на мрачные тропы. И дальше там у нас есть ещё и ещё и ещё миссии. Это очень круто сделано. У нас есть дракошек, которого мы должны убить. Он является главным злодеем. Является главным боссом. И это мы сделаем, если вам понравится. Я увижу много позитивных комментариев в описании. Всем спасибо, дорогие друзья. С вами был Борода. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»